МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 июня, понедельник, Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. Нападавшему на Гончаренко, одиозному руководителю самообороны Крыма Армену Мартаяну инкриминируют шесть преступлений, среди них похищение и пытки. Об этом сообщили в следственном отделении управления нацполиции в Автономной республике Крым. Мартаяна подозревают еще в похищении активистов Евромайдана Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского. Ранее Мартаяну сообщили о подозрении в похищении в причинении телесных повреждений депутату Алексею Гончаренко в марте 2014 года в Крыму. Тогда депутат пытался противодействовать оккупации на полуострове. Добавлю, Мартаяну грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент он в розыске. Схема Курченко. Осуждена еще одна сообщница беглого подельника Януковича. Речь о хищении нефтепродуктов с одесского НПЗ. Подсудимая была руководителем предприятия, которое осуществляло фиктивный транзит топлива за рубеж. По данным следствия, вступив в сговор с другими фигурантами расследования, она возглавила предприятие, от имени которого на таможне по липовым документам нефтепродукты оформлялись на экспорт. В результате мошенники наладили их сбыт на территории Украины через подконтрольные фирмы, минуя налоговую службу. Свою вину подсудимая признала полностью и пошла на сделку со следствием. Женщина раскрыла имена других участников преступной схемы. В связи с этим суд уменьшил ей срок отбывания наказания почти в два раза. В итоге фигурант преступных схем беглого олигарха Курченко приговорена к трем годам колонии с испытательным сроком в один год. Кадровые чистки в мэрии продолжаются. Геннадий Труханов предложил уйти в отставку директору департамента инженерной защиты территории города и развития побережья Геннадию Мирошниченко, а также директору КП побережья Анатолию Половко. Такое заявление городской голова сделал после докладов о подготовке к купательному сезону. Тогда выяснилось, что половина одесских пляжей не имеет подписанных паспортов на открытие и работу. Право от ротонда есть коммунальный пляж. Показали бы лестницу, по которой опасно ходить, деревянную тропинку. Не хочу говорить, для кого эта тропинка может только подойти, но не для отдыхающих. А тем более, если мы это говорим о коммунальном пляже, муниципальном пляже. В мэрии также представили нового главу горздрава Елену Якименко. Напомню, в конце мая уволились директор городского департамента здравоохранения Евгений Григорьев, начальник управления охраны объектов культурного наследия Андрей Шелюгин и глава управления земельных ресурсов департамента коммунальной собственности Дмитрий Кот. Семь исков в суд с требованием частично или полного прекращения работы за несоблюдение пожарной безопасности. В рамках проверки учреждений для отдыха и оздоровления уже зафиксированы грубые нарушения. В том числе детские лагеря и санатории, Солнечный берег, Салют, Хаджибей, Зеленая горка, Солнечный, Молодая гвардия и Мечта, основные недочеты, отсутствие огнетушителей и закрытые аварийные выходы, а также отсутствие сигнализации. Самыми проблемными участками остаются курорты на побережье. На зеленых пунктах, таких как Затока, Приморске, Лебедівка, Росейка, Сычавка, Грибівка, Каролина-Бугас, где размещаются объекты видеопочинку людей, отсутствие централизованное бреже водопосточания с размещенными пожарными гидромтами. Выпрямление проспекта Шевченко на финишной прямой подрядчик надеется успеть до 20 июля. Об этом заявили чиновники на аппаратном совещании. Речь о работах в районе Дворца Спорта. Там, по мнению властей, большое число ДТП связано именно с крутым поворотом. Если мэрия согласует проект с полицией, там может появиться и отбойник-разделитель, наподобие того, который расположен на Среднефонтанской. По установке ограждения барьерного, то, что мы говорили, разработана схема департаментом транспорта. Она направлена в полицию превентивной деятельности для согласования и дальнейшего выполнения. На выравнивание поворота потратят более 16 миллионов гривен. Еще 10 миллионов потратят на реконструкцию участка Дворца Спорта до площади 10 апреля. Троллейбусную остановку планируют перенести, а вдоль дороги установить пешеходное ограждение перильного типа. Основочный комплекс будет установлен в течение одного дня после информации УТХ о том, что там можно же его устанавливать. Мы полностью готовы. Будет и разметка, и шумовые полосы, предупреждающие о повороте, и дополнительные знаки. И плюс, как сказал Андрей Васильевич, второй проект по поводу разделителя. Также сейчас находится в согласовании. И СМЭП также готов реализовать, так как мы это сделали на Среднефонтанской. Год без виза. 11 июня 2017-го украинцы с биометрическими паспортами получили право на безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны. Евросоюз за этот год посетила более полумиллиона человек. Подробнее далее в сюжете моих киевских коллег. Несколько бумаг, 10 минут на оформление и заявка на получение биометрического паспорта готова. Георгий рассказывает, не ожидал, что загранпаспорт с чипом будут делать так быстро и без бюрократии. Спустя две недели ему сообщили, что документ готов. Теперь планируя отдых, Георгий рассматривает страны, которые ранее позволить себе не мог из-за визового сбора. За этот год в Украине было оформлено более 5 миллионов биометрических паспортов. Такие данные сообщают в Госпогранслужбе. Для сравнения, в предыдущие годы этот показатель был вдвое меньше. На сегодняшний день украинцы могут посещать без виз 85 стран мира. Такими поездками уже воспользовалось более полумиллиона наших граждан. Однако в то же время, только в прошлом году, по незнанию правил безвизового режима, в ЕС не пустили 37 тысяч украинцев. Тех, кого не пустили по безвизу, не выполнили определенные требования, которые сообщают всем еще при оформлении биометрического паспорта. Пик нагрузки на миграционную службу уже прошел, сообщат в ведомстве. И если раньше по Украине в день могло обращаться за оформлением биометрического паспорта до 30 тысяч граждан, то сейчас этот показатель уменьшился почти вдвое. Тем не менее, в некоторых местах по-прежнему наблюдаются очереди. Есть проблемы с чергами, они еще есть, на жаль. Но до процесса оформленного долучились, соответственно, до процесса децентрализации и центра надания одним послуг по всей территории Украины. На сегодняшний день их працюет 80. Никаких предпосылок, чтобы забрать у Украины безвиз у Запада нет. По словам экспертов, наша страна выполняет все требования ЕС по соблюдению этого режима. Об этом также свидетельствует и процент отказа украинцам при пересечении границы стран Евросоюза. Ревень отмыв подчас перетину кордона до краин ЕС, можно сказать, очень незначительный. И сегодня мы можем говорить про меньше, чем 0,5%, то есть 0,2%. Список безвизовых стран для украинцев может существенно увеличиться. МИД ведет переговоры с более 60 странами так называемого Белого Шенгена, среди которых Мексика, Сейшельские и Багамские острова, Уругвай и многие другие. Юлия Долганюк, Владимир Гроссел, Александр Фролов, Киев, Думская ТВ. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!